Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, наш великий Бог! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь, за каждого помазанного Божия! Помазание, Господь, на наших прославляющих во имя Иисуса Христа да пребудет здесь на земле, как на небе! Боже, мы сейчас приходим к Тебе, Господь! Мы приходим, Господь, к Тебе, Твоему престолу милости и благодати, Бог! Ты всемогущий Бог! Ты всевидящий, всезнающий Бог! Ты Господь наш! И мы будем, дорогие, сейчас молиться за наши нужды, но сейчас я прежде хочу рассказать немножко, что Бог сделал в моей жизни, как пример для того, для каждого из нас, что Он делает, что Он совершает, как Он любит нас и как Он хочет творить чудеса в жизни каждого из нас. Вы, возможно, помните, что в прошлом году от онкологии меня освободил совершенно, исцелил Бог, и я об этом свидетельствовала здесь. И через полгода я должна была пройти контрольную проверку. В июне этого года я сдала все анализы, и один из них, пожалуй, самый главный, самый существенный, это был показатель на возможное наличие злокачественных опухолей. Этот анализис, он называется СА-125, и его норма для здорового человека от 10 до 15, а верхняя граница 35. И когда это время приближалось, когда я должна была уже получать результаты своих анализов, у меня было такое, ну, волнение было все равно, вот людское, человеческое. Но я говорила, Господь, Ты совершенный Бог, все, что Ты делаешь, это совершенно, и Ты совершенно меня исцелил. И, Господь, у меня СА-125 будет ноль. И вот слушайте сейчас, дорогие, кровь я сдала 23-го, и в ночь на 27-е пришел Бог ночью. Пришел и касался моего тела. Я спала, и я не проснулась, но я чувствовала Его присутствие, я сказала, Господь, спасибо. Утром я проснулась и говорю, Господь, от чего еще Ты избавил меня? Что Ты еще сделал во мне? И когда 29-го я пошла за анализом, этот СА-125 был у меня 0,5, полединицы. Аллилуйя, Господь! Драгоценный Бог, великий всемогущий Иисус! И вот чудо, которое меня просто восхитило, что кровь, она была уже в пробирке, она была там, в лаборатории, а я была здесь. И у Бога нет пространства, у Бога нет времени. Он сделает все, чтобы еще раз доказать нам свою любовь, чтобы еще раз показать Его сердце, которое жаждет нас исцелять, жаждет, чтобы мы были здоровы, чтобы мы радовались, чтобы никакие силы тьмы, они не касались нас. И сейчас мы будем молиться этому великому нашему Богу, этому всемогущему Господу, эту Богу, богов и царю царей, приносить к Нему все наши нужды. И прежде мы воздадим Ему славу. Славу! С Тебе, Господь, слава! Слава, наш Бог! За то, что Ты невинный, Ты был осужден, чтобы мы были прощены, что Ты, безгрешный, взял все наши грехи, чтобы мы были праведны, что Ты, наш Господь, переболел всеми нашими болезнями, чтобы мы были здоровы. Ты был отвержен, Бог, чтобы мы стали с Твоими детьми. Ты понес стыд, позор и вину, чтобы у нас была Твоя слава. Господь всемогущий, Ты умер на кресте, Ты был распят, чтобы мы живы, чтобы мы бы жили вечно. И Ты воскрес, Ты воскрес на третий день и принес Свою кровь к престолу всемогущего Бога. И мы сейчас в Тебе, мой Иисус, мы сейчас к Тебе приходим, к престолу милости и благодати. И мы просим нашего драгоценного Небесного Отца, как сказано, благослови душа моя Господа, благослови вся внутренность моя, святое имя Его, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония мои, Он исцеляет все недуги мои, каждого из нас, дорогой Господь. Все беззакония, все недуги, Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, сейчас мой Бог, драгоценный Бог, исцели, Господь, исцели тела, исцели, Господь, души, исцели, Боже, каждый орган, каждую часть, каждую клеточку тела Божия. Мы Твое тело, Господь, мы Твой народ, мы Твои дети, Боже, да придет Твоя великая слава, Господь, в жизнь каждого из нас, и каждый, Господь, будет здесь стоять и говорить о Твоей славе, о Твоей любви, о Твоей щедрости, о Твоей доброте, Боже. Мы славим и превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что все наши нужды, они восполнены. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем приходить во всякое время, на всяком месте к престолу Твоей милости, Твоей благодати, просить Тебя и получать, получать, получать от Тебя. Ты щедрый, Ты Бог, который отдал все. Ты отдал сам себя, Господь. Мы почитаем, Боже, Твою жертву. Мы любим Тебя, драгоценный наш Бог. Мы благодарны Тебе, Боже, что мы здесь, в доме Твоем. Мы благодарны, Господь, мы воздаем Тебе всю славу, все почести, всю хвалу. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты возвращаешь сердца отцов к детям, сердца детей к отцам. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь познать первую любовь тем супружеским парам, которые почему-либо утеряли ее. Мы благодарим Тебя, Господь, что все ипотеки погашены, все налоги, все погашено, все заплачено, нет никаких долгов. Мы даем в долг, мы не берем в долг. Если против нас выступают одним путем, семью путями будут от нас. И Тебе слава, Тебе почесть, и Тебе хвала. Мы склоняемся, Боже, к Твоему престолу, милости и благодати и славим Тебя, превозносим Тебя всем телом Своим, всей душой Своей, всей крепостью Своей. Мы Твой народ, Боже, мы славим Тебя, мы превозносим, мы благодарим, что Ты так благ, так милостив. Мы соединяемся своей верой и получаем, Боже, получаем, получаем и за все славим и превозносим Тебя. И, дорогие, вот я взяла с собой тот листочек, на котором написано, что вот 27-го Бог пришел ночью, Он исцелил меня и далеко там, в больнице, исцелил кровь в пробирке. И вот здесь написано 27-го со 125-05-пол-единицы. Слава Тебе, Господь! Благодарность Тебе, Господь! Во веки веков Тебе одному, Боже, Ты один достоин. Во имя Иисуса!